Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я встречаюсь с мужчиной, и периодически появляется его бывшая девушка. Он говорит, что не сможет вынести расставание с ней. Они знакомы много лет и в свое время не поженились. Он много раз пробовал, но не смог. Девушка по натуре инфантильная. Он не хочет себя и её травмировать. Можно ли это как-то решить? Ну, во-первых, здесь сразу возникает вопрос. Что именно он много раз пробовал и не смог? Жениться на ней, на эту девушку. Что он пробовал? Пробовал забыть её. То есть, не очень как-то вот этот момент ясен. Как мне кажется. Дальше. С чего вы взяли, почему решили, что его девушка инфантильная? Ну, неважно. Говорил об этом он сами не считает, а вы сами сами. Но откуда у вас информация, что девушка у него именно инфантильная? Откуда у вас такая информация? И какое это имеет отношение к вашей проблеме и к вашим взаимодействиям? Мужчины. То, что она инфантильная? Нет, конечно, конечно, я понимаю, о чём это речь. Но мне хотелось бы всё-таки немножечко поподробнее этот момент разобрать. Разобрать, потому что это важно. Следующее. Вы говорите, мужчина не может вынести расставание с ней. Что это значит? У мужчины не может вынести расставание с ней. Он чувствует вину перед ней. Или что-то ещё. Что это значит? Если чувство вины у него вперед, то я боюсь, а также если ему выгодно находиться в этой ситуации, я боюсь, что сделать вы особо ничего не сможете. Как решить эту ситуацию вы не сможете. Тоже. Потому что действительно надо есть мужчина, а мужчина пока что действительно всё устраивает. Поэтому решить можно. С вашей стороны это решается, я бы сказал, через снижение привлекательности для вашего мужчины, такого рода отношений. Я бы это, наверное, вот таким образом сказал бы. Я понимаю, что вам неприятно, но вы поддаётесь на это. То есть вы позволяете мужчине допускать, что вы не единственная женщина. Это значит, что есть какие-то у вас основания для того, чтобы так делать. Какие основания? Я, к сожалению, не знаю. Но эти основания есть и их нужно разбирать. Сейчас. Я бы сказал, что вы находитесь в определённой степени в ауласте троугольника Карпмана сейчас. И вам нужно из него выходить. Потому что если вы из этого троугольника не выйдете, то он начнёт вас постепенно засасывать. И вот это может превратиться в любовную зависимость. В целом, на мой взгляд, мужчине не хватает некой такой, знаете, что ли мотивации. Для того, чтобы наставить все точки над «и» в этой ситуации. Чтобы, ну, предложить себе полочкой, да, оставить, может быть, девушку, бывшую в прошлом или наоборот с вами расстаться. То есть мужчине, мужчине вот не хватает мотивации для того, чтобы это сделать. И важный вопрос, на мой взгляд, звучит так. А какая моя роль в том, что мужчина не может этот выбор сделать? Есть ли моя роль какая-то в этом? И могу ли я, ну, вот, как-то на это повлиять? Понимаете? Вот в этом направлении и нужно вам двигаться. На мой взгляд, конечно. Это исключительно мой взгляд. А вот вы говорите, что не надо мне давать совета, чтобы он сам спросил. А почему она не нужна давать совета? Вы считаете, что мужчине это не нужно? Вы считаете, что он не будет этим заниматься? Вы считаете, что он не захочет спрашивать, хоть не захочет решать эту проблему? Может быть, если он не хочет решать эту проблему, получается, что вам больше всего нужно эту проблему решать. Но проблему-то вы не можете решить, потому что зависите от других людей. А значит вы зависите от других людей. Если вы зависите от других людей, это уже вопрос в большей степени к вам. Как получается, что вы зависите от других людей? И хотите ли вы перестать зависеть от них? На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.